Может быть вы уже слышали, если нет, то я хочу вам с радостью сообщить, что Министерство транспорта РФ одобрило выделение средств на строительство сверхскоростной магистрали из Краснодара в Грозный. Глава заместителя Алан Лушников сказал, в целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного сообщения Махачкала, Ставрополь, Грозный. Ранее сообщалось, что лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил президенту Владимиру Путину подумать о включении в стратегию транспортного развития 2025 года новой транс-кавказской высокоскоростной магистрали. Как видите, обратился с одним, тут же получил одобрение. Триллион рублей, ну естественно Грозному это крайне необходимо. Грозный вообще такой регион, сильно нуждающийся в деньгах. Мне пришел на память ролик прошлого года, когда женился племянник Рамзана Кадырова. И тогда интернет обошел ролик с бесконечной аркадой из очень дорогих машин, собравшихся в очередь на свадьбу к племяннику, ни к дочери, ни к сыну, к племяннику Рамзана Кадырова. И посмотрите, это все машины по меньшей мере 50-100 тысяч долларов, и число их бесконечно. Вот представьте, сколько в Грозном первое богатых людей, второе, кто катается на подобных машинах, и естественно им сверхскоростная магистраль, то есть я так понимаю автобан, крайне необходим. Где же им кататься-то на этих машинах? Это ж такое скопление на таком маленьком клочке земли. Так что, по крайней мере, можно точно ответить на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Вот чеченцам жить в России очень замечательно. Я думаю, что ни в одном регионе России нет такого количества дорогих машин, как в Чечне. Так что, порадуемся еще раз за Рамзана Кадырова. Он знает, за какие места нужно хватать Владимира Путина. Вообще знает, как надо жить, чем нужно заниматься. А вы все еще о пенсиях там переживаете. Сэкономили триллионы денег на женщинах и мужчинах. Отобрали у них у кого на 5, а у кого на 8 лет сбережения. Вот и нашли, куда, так сказать, пристроить. Так что, поздравляем чеченцев и Рамзана Кадырова. Хоть кто-то в этой ситуации продолжает получать удовольствие от жизни.